Объясни свою старость, Лан. Я выкажу, короче. Посмотри. Ой, мать, ты шо нарядилась? Просто раскрыл тайну кошки Ланы. А вы все думаете, что она такая мяу-мяу-мяу, я кошка? Йо, есть у нас пару интересных любимых игрушек, где мы прям супер милахи, вот. Но в какую-то можно возвращаться, а в какую-то не получается часто, потому что там ничего не обновляется. А вот в эту, ну, можно приходить тогда, когда хочешь. Потому что это тавр, тавр наоборот. И мы пока не маленькие, но мы уже вот полетели. А все потому, что надо немножко подождать. Мне кажется, что не стоит сейчас покупать... Ой, ой, а что такое? Ладно, хорошо, куплю. Хорошо, шоп. И где, где эффект? А, вот, мешок. Вот такая милашка. Не знаю, ребят, я просто захожу в эту игру банально ради вот такой вот милоты. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, стоит это делать ради такой милоты или нет. Потому что я уже сюда захожу как к себе домой, честное слово. Вроде бы и обновлений нет. Так, почему мы так летим? Плохо, очень плохо, очень нехорошо. Вот, уже вроде и обновлений нет никаких, но я не могу остановиться просто-напросто. Нет. А, ребят, небольшой лайфхак. Судя по всему, когда вы летите ногами вниз, то у вас, короче говоря, не работают ваши статы, которые вы качали. Ой, статы, скиллы, извиняюсь, конечно же. А мы можем ногами вниз лететь? Случается. Да, если вы неудачно упадете. Типа вот аккуратненько так, аккуратненько. Ну нет, надо прыгать перед тем, как вы прыгаете вниз. Прям, знаете, прям головка, так сказать. Просто тюм. Так, ну, я думаю, с маленьким скином должно получаться лучше. Вообще, я считаю, что в каждой игре должна быть возможность... Ой-ой-ой, умереть. Нет, умереть не надо. Умереть не надо. Да-да-да. В общем, в каждой игре должна быть возможность стать маленьким. Вот я бы с удовольствием в каком-нибудь, ну, типа, большом, скажем так, тавре покупал бы такую вещицу. Правда. Это же прикольно. Маленькость. Да, объясни свою маленькость, как говорят нам мемы. Вот, так, а что, где тут выживать? Выживать. Жить-пожить. А, слушайте, нормально. А вы там дошли? Я просто не могу посмотреть. Нет, я не рада. Я все ничем. Нет. Тут ужасный уровень, просто я его не вижу вообще. Сюда, милашка Малютыч. Просто на месте. Смотрите, как он бегает. У меня столько смертей там отмечено. Такой вот бегун маленький, посмотрите. Короче говоря, да, если вы думали, что у этого видео будет какая-то особая смысловая нагрузка или там какой-то посыл, я не знаю, какая-нибудь мораль или в принципе хоть что-то. Не, не надейтесь. Здесь мы просто будем падать вниз в скинах Малюток. Просто не надейтесь. Не, вообще можем что-то рассказать еще, да. Что-нибудь можно рассказать. У меня слон больше, чем я. Откуда у тебя слон? Откуда у тебя слон, действительно? Он бесплатный. Где бесплатный? А, да? Идите, получите. Где? Да вон там. Питомцы. Так, подождите. Маленькость. Питомцы. Нет. Ребят, опять мы с матерью пришли. Вы знаете, знаете вот эти вот неловкие моменты, когда приходишь просто с матерью на концерт какой-нибудь, ну, типа, который там с 16 или с 18, или с родителями. И вот, знаете, я чувствую сейчас себя так. Я просто пришел повеселиться, а со мной мать моя вон пришла. Опять. Просто вы видели вот... Юш, а ты не хочешь слона? Купи слона. Нет, почему ты, Ева. Я переоделась еще. А зачем ты переоделась? Случайно. Подожди, Лан, то есть ты не только мать, но еще и переодетая мать, правильно понимаю? В белом пальто, да. Мать в белом пальто. Слушай, ну это очень канонично, я бы сказал. Типа, это вот прям как мать должна выглядеть. Вот она ведет тебя на концерт, еще, знаешь, так вот цыкает вечно. Типа, что, вот, конечно, мое дитятко собралось. Что это? Какая моль? Какая моль? Какая моль? Вот так вот, типа, знаете, ну, какая моль? Ну, это мем сейчас был, а ты не поняла. А знаешь, почему? Потому что ты, мать, потому что тебе 38, и ты слишком уже пожилая для того, чтобы понимать мемы молодежи. А вот я молодой. Вообще-то, Юш, у меня 53, ты перепутал все. Чего? Какие 53? А с чего это тебе 53 вообще? А с чего это мне 38? 37 или 38, там, это в интернетах было написано, что мне сколько там, я не помню, Ева младше меня, потому что она моя дочь, а тебе 37, потому что ты моя мать. Или 38 уже. Я не знаю, сколько тебе лет? Объяснись, пожалуйста. Я не знаю. Объясни свою старость, Слан. О, я выхожу, короче. О, прости, Слан, прости, ну ты же шутки, 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 шутки. Все понятно, все. А что? А если бы мне было 38, то что тогда? А, Юш, что тогда? В смысле? Ничего. Ну, когда-нибудь же мне будет 38, я надеюсь, наверное. Я надеюсь, конечно, надеюсь на это. Ну и что? А мне, подожди, а что ты, какого ответа ты от меня ожидаешь, Нипон? Ну, ты сейчас говоришь, как будто это плохо. Ни в коем разе. Я просто описываю тебя в 38 лет, типа такая в белом пальто. Смотри. Посмотри. Ой, мать, ты что нарядилась? Тебе просто довести меня до концерта. Просто до концерта довести меня. Вообще-то я даю этот концерт, если что. Ты даешь концерт? Да, посмотри. О, Ева там опять. Что это такое? Мне нравится. Да, интересно. Это ты. А что ты будешь петь? Я думаю, что ты не осилишь там вот это вот такие песни, которые я хотел послушать. Я буду танцевать, наверное. Сейчас, смотрите, начнет танцевать. Я не умею, здесь не получается. А все. Так, а что ты, я не пойму? Что ты тогда рассказываешь мне? Тогда петь. Тогда петь, что остается. Что? Не надо петь, мама. Не надо, я тебя прошу. Это здание. Просто. Лана дошла до того состояния просто. Так, ладно, честно. Что? Шампанское было детским или нет сегодня? Что это за дело? Это не я пела. Нет, я понимаю, что это не ты, брат. В чем дело? Ты такая, типа, я сейчас буду петь. Мать опять вот это, опять за свое. Ну, это что ты начинаешь? Ну, Лан, ну что ты опять начинаешь? Точнее, мама, я извиняюсь. Какая Лана? Что я мать по имени называю? Это нормально вы считаете? Какой вот невоспитанный? Невоспитанный. Так это твоя вина. Здорово, мать, ты что? Ты думаешь, это я такой невоспитанный по приколу? Нет, потому что ты плохая мать, получается? Так выходит. Иначе я был бы воспитанным. Понимаешь, вообще, я лишилась руки. А, нет, уже ладно. Подожди, ну что это ты давишь? Так разве можно? То есть это начинается, да, какое-то? Я руки лишилась, а ты меня тут... Ты знаешь, реально как мать себя ведешь. Типа, знаешь, просто... О, нет, какой... Что это? Арктикс... Суб... Мама, прочитай, пожалуйста, не понимаю, за что меня хотят 150 робуксов. Да это, чтобы ты костюм надел, тебе оно не надо. Мне оно не надо. Лада, мам, ты это, ограничь меня, пожалуйста, от такого. Я тебе робуксы не разрешаю донатить. А у меня 1200. Что? Мам, ты-то донатила мне. Это кто это тебе? Я не донатила, я ей трогал твою карту. Это ты карту мою взял, да, все поняла? Не трогала. Без интернета на неделю. Понимаете, вот так вот и... Ой, больно. Вот так вот и... И будь сыном Ланы. Видите, какая она? Все увидели. А вы его думаете... Просто раскрыл тайну кошки Ланы. А вы все думаете, что она такая мяу-мяу-мяу, я кошечка, я вот такая вот добрая. Все, все вот давайте дружить. А, нет, вот такая она, смотрите, здоровая. В плащи белом. И еще забирают интернет у детей, вы понимаете? У тех, которые мою карту забирают и по тысяче робоксов себе донатят. О, боже, что это? Кто купил это? Что это? Это я, извините. Я хотела проверить. Да что с тобой не так? Ты уже проверяла? Да я в прошлый раз. Помнишь? А почему ты проверила еще? Мама, меня обижает другая девочка в песочнице. Это не девочка, это дочь, конечно, отличная фраза, действительно. Это не смущает, что ты все еще в песочнице? Если я твоя дочь. Нет. Он в адопт мне переиграл, все нормально. Я вундеркинд. Она тоже на неделю без интернета. О, вот это на две, только на две пусть. Ты на две, а она на неделю, да. Сва, почему? Мама, она опять пакостит. Я проверю, это она или нет. Мама, это она. Это хорошо, на две недели каждый. Правда, там это не видно. Да почему каждый? Все, так, я не хочу. Все, как ее забанить здесь? Ну, я прошла, например, мне это не помешало. Как ее здесь забанить, подождите, я не понимаю. Можно убить всех. Никак. Не тебя, ты же хорошая мама, правда? Мамочка, мамочка, мяу-мяу-мяу. Правильно, нет? Я бы обиделась, если вот так вот говорил бы ты про меня, как про Лану вообще. Я даже не знаю. Вот, а Ульяна хорошая. Не надо знать. Ульяна, можешь пойти купить себе мороженое. А я мороженое! Моренький! Понял. Моренький ешечка такой беззащитный, без мороженого. Как это? А ешечка посуду помоет сегодня. А что ты за несправедливый вообще мир? А Ева пылесосить будет. О, это нормально хотя бы. А это я люблю. О, видишь, как хорошо. О, ничего себе. Так, подожди, это же не наказание для нее тогда, для нее надо другое наказание придумать, разве нет? Не подходит. Ты как с отцом разговариваешь? Ну-ка, тон свой, поумерь! Тон поумерь, говорю. Знаете, мне вот это уже напоминает какой-то бразильский сериал, если честно. Да-да-да-да, я только хотел сказать, знаешь, я только хотел сказать, что это похоже на какие-то сюжетки в Роблоксе просто. Знаете, сейчас просто начнется что-то вообще. Простите, а что я за мороженое купила? Я не знаю, мороженое для Ульяны ты купила. Да. Спасибо. Ладно, накажи ее из-за этого, потому что она без твоего спроса купила мороженое. Так, я за это уже наказала. Подожди, а что ты еще наказать должна? Интернета и пылесосить? Что, нет разве? А, ну, а что-то может побольше, нет? Ну, что побольше? Что? А ты вот такой, ты сейчас за ябедничество еще будешь наказывать. Да, просто какое ябедничество? Ну, это моя дочь, она себя ведет не по-дочеревски, не по-дочерюнски, не по-дочеречески. А ты какой пример подаешь? Да. Отличный пример подаю. Ага. Вот прошел тушку. Тебе посуду заставили мыть, поэтому я бы не сказала, что это... Так, в смысле? Потому что я прилежный сын, мне сказали, ешенька, помой посуду, пожалуйста, золотце. А я такой, конечно, мама. И пошел мыть посуду. Это все на поверхности, вообще-то, если вы не понимаете. Да. Блин, вот, а теперь не пройти это. Вот, Ева. Сделай сложность поменьше. Давай ты как-нибудь в next-over раз... Не знаю, я прошла. В next-over раз... Ну, я тоже прошел, но просто это некомфортно, понимаешь? Давай ты в next-over раз сначала зайдешь на какой-нибудь общий сервер, ребятам жизнь попортишь. Ой, а что это такое? Ты сейчас всех убьешь. В очередной раз, не зная, что это такое за вот эта штучка... Ой, там же не написано... Сейчас, подожди. Там же не написано, ребят, тут же не написано, как бы, что такое даркнесс, да, там... Ну, это непонятно. Поэтому, вот, Ева, так заходишь на общий сервер и говоришь, ребят, я чисто проверить, наверное, что-то хорошее. Ты покупаешь все, и потом такая, ой, ребят, а, ой. И все, и выходишь. А потом мы идем записывать видео. Как тебе такое? Так, а я еще не поняла, а что я за мороженое купила? Они, кстати, вообще будто бы никак не влияют на... Да, кстати, я согласен. Ну, первое, то есть... То есть я потратила 500 монет просто так? Сколько? 500 монет, реально, шок. 500, ничего себе. Так, мама, я считаю, что твоей внучке... Ну, мне стоит для твоей внучки ограничить карманные деньги. Ты как считаешь? Просто, по-моему, она неадекватно ими пользуется. Что это за 500? Лучше бы мороженку себе купила. Я уже себе потратила. А, вот и правильно, и больше тебе никто не выдает. Так мороженку я уже себе купила. Главное, чтобы не выдавала. Тут это, знаете, вечно вот это приходишь, а потом твоя мать, а бабушка твоей дочери, вот, она просто такая, иди сюда, иди сюда, моя милочка. Ой, а вот тебе примерно 3 миллиона, купи себе мороженку. Вот примерно так это происходит. Поэтому бабуля, в смысле, мать, пожалуйста, давай будешь поспокойнее со своей внучкой. Договорились? А я смотрю, ты раскомандовался, да? Вообще я распоявился. А почему я не могу? Ну, я же уже взрослый, у меня дочь. Только что ты жаловался, что тебя обижает песочница. Ну да, но это шутка была. Ага. Вот такая вот, вот так вот доросла до своих 37, а шуток не понимает. Так, ее же 3 недели без интернета. Да блин. Ну как-то не вовремя, я как раз умирал, и столько плохого, вот прям вот вместе в один момент. Да, видишь, какая жизнь, ты взрослый должен уже понимать. Просто сразу интернет отключили. Действительно, должен понимать. Но, знаешь, я хоть и понимаю, легче от этого не становится, честно говоря. А что, мы все умерли? Все умерли. Мы все умерли в самом конце, извиняюсь. Я еще нет, я еще не перейдала, потому что никто не ускорил. Я почему-то очень медленно. А, я дошла. Подождите, то есть я извиняюсь, я дико извиняюсь. То есть наш видос, то есть мой видос, где все мы, он должен был быть просто видосом, где мы просто маленькие, просто падаем вниз. Но каким-то чудесным образом игра говорит, что Лана не может быть маленькой априори, и маленькие только мы. И вы понимаете, насколько эта легенда из интернета, насколько же она поддерживается всеми, да? Насколько же она поддерживается всеми, что даже Роблокс знает ее и говорит, нет, знаете, вы все, типа, малыши, а вот это ваша мать или бабушка, в зависимости от того, кто вы. Вот так вот. Смотрите. Смотри, Ёши, я без рук. Мы по колено просто. Это как, смотри, мама, я без рук, только я сама. Могу без рук, да? Может, без рук. Лана, может, без рук, проверяйте, да. В общем, да, так, скилуху, мувмент, сюда мувмент. Что, еще разочек? Так вот, собственно говоря, как мы вообще до этого дошли? Это просто Роблокс. Спасибо тебе, Роблокс, за то, что делаешь такие прикольные вещи. Часто я тебя ненавижу за всякие разножки, конечно, и всякие такие лагучие прыжки и приколы, но спасибо тебе за этот лаг. Вы заметили, что некоторым лагам Роблокса мы радуемся? Ну, да. А я не могу больше придумать, какие лаги Роблокса нам нравятся. Вы можете придумать или нет? Ммм, да нет. Мне нравится, когда я нубом становлюсь. А, это прикольно, я поддерживаю. Это прикольная тема, мне, в принципе, тоже нравится, я считаю так. Кстати, непонятно, из-за чего это происходит. Ну, какие-то лаги с серверами. Роблокс сам хочет, чтобы ты думал. Типа, знаешь, вот сейчас в России не видно, например, у каналов обложки, просто аватарки и все такое. Ну, вот, потому что отрубили, грубо говоря, ну, если прям совсем простым языком, то такой вот компьютер большой, на котором это все содержится. Ну, это прям совсем простым языком. И, короче говоря, вот тут, я думаю, такая же штука, когда ты в тавре умираешь и становишься нубом, просто не подгружается твой костюм. Да, да, все верно. Поэтому так и происходит. Так что, да, это тоже недоработка и, в принципе, недоработка, которая нам нравится. Поэтому, ладно, Роблокс продолжает так делать. Мы позволяем, да, если вдруг ты интересовался. Интересовался, хотя он нами явно интересуется, потому что он знает нашу легенду. То, что Лана мать, я сын, Ульяна дочь, Ева внучка. Ну, это если относительно Ланы, конечно же. А относительно чего у меня вот это пальто не снимается, можно спросить? Относительно того, что тебе 37 и тебе оно идет. Я так считаю. Когда человеку, мне кажется, знаете, мне кажется, это, не знаю, короче, видели вы эту картинку или нет, там эволюция японской девушки. Там, типа, ну, очень забавно, короче, выглядит. Да, 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 вот, вот, вот. То есть там сначала девочка маленькая, потом она вырастает, там, ну, становится постарше, такая девушка красивая. И потом, после, когда ей стукает 60, потом она становится... А, по-моему, 60 была цифра. Ну, короче, по-моему, 60. Видимо, разные картинки. Да, ну, короче, не суть, она становится просто сразу бабушкой. То есть, типа, всю жизнь такая молодая, красивенькая, там, и все такое. И стареет только, там, к 60 годам. Ну, условно, ну, короче. Это просто отсылка к тому, что у азиатов очень слабо меняется внешность с возрастом, грубо говоря. Вот такой вот мемас. Так и здесь, знаете, мне кажется, что вот так вот живет Лана, живет. Вот было ей, там, допустим, 10 лет, она такая мяу-мяу-мяу, я маленькая кошечка. Потом ей стало, там, допустим, сколько там стало тебе? Ну, пускай, там, 16 лет, такая уже взрослая кишка. Вот, а потом тебе стукнуло 30, там, не знаю, 7, допустим, да? И просто на тебе сразу пальто, сразу такой взгляд холодный. Сразу, там, ты такая, прям, рассудительная. То есть, вот так вот и происходит. Сначала маленькая кошка, потом кишка побольше, а потом уже вот такая вот... А как будет кошка большая, правильно, как сказать можно? Пума. Большая кошка. Кошатка. Кошатка, нет, кошатка это... Это другое, вы не понимаете. Как можно назвать большую кошку? Ну, пожалуйста, помогите. Ну, я уже предложила, там, пума, шлепа, например. Лана шлепок, все. Лана шлепок, получается. Все, вот так и получается, так и выходит, в принципе. И вот в 37 Лана стала уважаемой шлепиней, вот, надела на себя вот такое вот большое белое пальто, и все. Вот, а мы тут такие вот малыши, вот, все. Все, что я хотел, в принципе, в этом видео донести. Ну, все правильно, дочь вот, батя на плечи, да, а мама стоит, смотрит, потому что она уже пожилая, уже не может на плечах нас удержать, поэтому, да, поэтому я думаю, что... Ты все наш этот разрушила, что ж ты делаешь, что такое. Все, ребят, я ушел, ушел от матери. Ушел от матери, да, и я думаю, что на этом будем заканчивать. Вообще, как видео? Господи, я обожаю Роблокс, как вообще это получается? Ты просто хочешь поиграть в какую-то игру, просто потому что, да, и потом Роблокс делает такие вещи, и идея видео меняется абсолютно. Ладно, я, в принципе, не против, надеюсь, ребят, вы тоже не против. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы мы возвращались в эту игру снова и снова, просто потому что мы маленькие милашки. А на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии на колокольчик, нажимайте, и всем пока. Пока! Пока! Пока!